итак ребят всем привет хочу записать вам небольшой гайдик а то очень часто люди заходят на стрим и собственно даже не знают что нужно делать на кого охотиться как что и к чему ну давайте вам сейчас немножко покажу на каких собственно динозавров вы можете охотиться кто из них боты кто из них не боты начнем собственно сава от опса вот такая вот коробка как я их называю вот это в игре является ботом ребят можете запомнить как он выглядит кричит он когда появляется где-то носами вот таким вот звуком я думаю вот этого вы спутника не сможете вот такие вот звуки издает когда появляются вас в игре поймать его не так уж легко когда вы берете какого-то динозавра допустим вы только джуику взяли только начали играть за ним будет вам достаточно тяжело угнаться и поэтому лучше не стоит там за ними конечно за исключением того момента когда но уже совсем припекает и и рядом других ботов нету подавать покажу вам следующего года в игре получается три штучки у нас тут ботов всего теперь давайте вора это такая вот курочка появляется то есть на думал как выглядит она тоже думаю не трудно запомнить довольно таки пусть это и динозавра таких расцветок и таких моделек больше нету собственно выживания кричит она вытекает то есть я думаю я тоже не спутать довольно таки трудно будет с кем-то еще то есть вот запомните ее пик то есть она вот так вот получается на двоечку будет кричать в игре появляется и на троечку и на остался последний бот честно говоря не знаю есть ли он тут или нет наша посмотрим в нем подсказывает все так обстоят там попробуем найти сейчас или пара пахи чет вот все так я обнаружить пока не могу показать вам последнюю еду рассказать как она выглядит неужели она хищная это будет очень интересно если она хищником является просто я сейчас не вижу нифига сижу почему именно такого рода за решил гайдик записать то что так вот сиди показывая разговаривали с вами а так проще ребята чем я буду сейчас допустим сидеть в игре то есть специально искать какого там одного из ботов так я вам могу сразу показать все так ребята там такая маленькая как а будет бегать коричневая которую собственно тоже перепутать с каким она кричит очень довольно таки громко и спутать зазором там ну никак не путь постаны не рычит ничего там такой звук писклявый получается глупо говоря так с вами давайте перейдем собственно к следующему давайте вот пока пока мы на травоядных остановились да вот собственно ребят когда вы появляетесь гнезда то есть вы вообще вот менять миниатюрная маленький маленький это заполняйте запомним допустим как это по размерам да вот я вам с камнем буду вам показать то есть вот вы вот таких размеров это даже меньше вот этого камушка собственно дальше понятное дело вы будете расти и становиться больше и вот собственно пахи а дом тоже то есть видите да собственно сразу размеры на сколько выше то есть вот пожалуйста насколько вы больше становитесь также ребят травоядные не могут нюхать на ходу в отличие от хищников то есть чтобы вам понюхать дабы найти там воду и еду вам нужно всегда будет остановиться и подождать пока вот у вас тут сверху появляется полосочка вот так видите такая полосочка привез собственно все вы понюхали и вот как выглядит мясо просто видите она будет красным вас подсвечиваться вот какой и пустынный вот вода как вы видите голубым у вас будет все подсвечиваться вот то есть как кушать ну довольно это тут собственно ничего сложного то есть когда вы подойдете когда вы будете голодны у вас появится там луковка е да и собственно после чего вы просто ее зажимаете вода ведь можно кушать зажимаете не надо там нажал один раз и отпустил нет просто зажимаете и ждете пока он вас будет кушать когда он наезд он сам отойдет перестанет вот есть как сейчас ну и собственно все что касается воды ребята вот с водой тут немножко такого нету того что он сам прекратит пить и так далее вам нужно он будет самим смотреть вот затем то что вы напились вы или нет это вот у вас покажется на краске справа в уголке вот вообще это можно нажать кнопочку insert и у вас вот откроется чартер как раз таки которого к сожалению в этом режиме нет но это зайду покажу вам еще как это все выглядит где будет показать сколько у вас пациента воды и сколько у вас пациента просто и так далее вот собственно это что касается трава ядна то есть вот такая вот система истеричку вашу а лаза ожидала смотрите когда вы идете пешком то есть вы можете так же зажать кнопочку q и он слышите на ходу начинает нюхать вот собственно все он нюхал то есть кусты вы не видите вы будете видеть только вот еду валяющуюся так же когда вы являетесь адолтам на таких динозавров начиная с аллазавра вы не можете есть вот эти маленькие кусочки вот это вы есть уже не просто вы сможете начинать есть вот такие вот куски и вот такие вот куски мяса когда воду а либо когда еще вы убиваете бота да допустим как я показывал изначально какие боты ездят то таких ботов но когда вы вы уже их доедаете до состояния вот до такого вот такого мяса такого мяса да то собственно все вы уже не сможете покушать ну собственно вот что касается хищников но также понятное дело хищники можно остановиться нажать q и ну и нюхать стоя так ночное зрение включается ребят на буковку n английскую то есть вот нажали английскую n у вас появилось ночное зрение еще раз нажали убрали ночное зрение вот такая вот фигня дальше ребят есть еще кнопки в игре такие как один два три четыре д единицы вы типа показываете кричите то что вот я тут там все дела двоечка и вы просите по типа дружелюбия да 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 я там типа никого не трогаю я дружелюбно я такой милый добрый пушистый троечка это то что вы уже агрессируете готовы к атаке и четверочка это крик о помощи то есть у каждого динозавра он будет собственно свой то есть вы понимаете я думаю эту всю систему что еще хотелось бы вам сказать ребят ну аллазавр у нас поломанный поэтому собственно когда вы садитесь видите у него начинает а левая лапа трястись также плюс ко всему когда вот вы садитесь не у всех динозавров будет такой вот буст то есть видите на лапке появились такие стрелочки то есть это вам дает буст к скорости бега то есть именно с картонов после чего вы нажимаете вперед и shift и вы бежите с большей скоростью чем можете изначально то есть но этот буст будет не вечным поэтому собственно смотрите сами осторожненько а буст заканчивается то понятное дело вы перестанете так быстро бегать вот тут вот благо кам... а вот нет не благо камушки вот камушки некоторые обойти нельзя еще ребят на некоторых серверах имеется такая система как альт то есть альт это подразумевает по слову что то есть вы его зажимаете и можете крутиться вот так вот как юла вокруг своей оси только не бегая то есть это довольно таки будет удобно для начинающих у ребят так что тут вы собственно не паритесь особо так что еще могу вам сказать ну во первых ребят старайтесь не бегать по каким-то там жестким дебрям кустам честно это вам может сыграть только хуже дальше ребят смотрите вот вы как раз ломали лапу ни хрена не сломали лапу где он тут нельзя лапу сломать если вы ломаете лапу да тогда вы уже ищете себе кустики и сидите под ними просто ибо варианта у вас нет убежать вы ни от кого не сможете и ничего сделать вы так же не сможете со сломанной лапой то есть у вас допустим как у трайка да со сломанной лапой давайте покажу вам даже тритератопс допустим кстати со сломанной лапой ребята бегать вы тоже не сможете Arab у нас ну давайте он даже 1 шантуга шантуги покажу вам это все дело посмотрите у шанты есть две атаки то есть право кнопка мыши головой бьете левая кнопка мыши это уже сильная атака то есть вы дамага вы нанесете дай боже сколько ну вот проблема ребят если у вас сломана лапа то вот это усиленная атака у вас не сработает на левую кнопку мыши то есть вы сможете только вот этой слабенькой атакой драться смотрите ребята это также касается и 3 тератопс и пара локусов локусов ребят не обратить внимание все-то я постоянно с ними путаюсь вот такая вот система ребят то есть кнопки в принципе дальше что он по кнопку можно сказать по кнопочкам вот допустим еще единственная кнопка до осталось который еще вам не рассказать вот кнопочка h на нее вы просто ложитесь просто валяйтесь ничего не делая и все ребят и умоляю вас вы когда заходите допустим на стрим вместе поиграть или что-либо еще там ну просто даже в соло пытаетесь выжить не надо ходить с память там криками всякими не надо ребят вы палитесь на всю карту и вас умоляю если же вы заходите на стрим и не знаете как что к чему надо делать ребят зайдите вы в дискорд попросите там зинги так-то так-то и подскажи как сделать это как сделать то как сделать все не надо пытаться что-то там сделать то что а вот да и да я ребят сами знаете я я это в итоге получается вы подставляете себя и те тех людей с которыми играется то есть дальше что ребят когда вы общаетесь да есть глобальный чат если в групповой чат есть локал групповой работы только если вы в пати с кем-либо локалка работает это только на вид ваших динозавров допустим вот я сейчас на комаре даем то я если напишу в локал до что-либо то это также услышат только люди которые также находятся рядом со мной и именно на этом же виде динозавров ребят не надо если вы заходите в игру не не надо переписывать все как и галтелами вы также палитесь просто смотрите пожалуйста вот я щас допустим вот это вот что-то но набрал вода в чатике то есть я отправляю и динозавр сейчас издаст звук типа он говорит вот то есть ребят них не надо я вас тоже вот опрошу об этом то есть вы заходите вместе поиграть просто зайдите в дискорд дискорд скачать но если у вас его нету и зарегистрироваться ребят дело 5 минут правда просто не надо особо насчет этого напрягаться ладно давайте дальше global собственно это глобальный чат где вы все все переписываетесь то есть все игроки сервера ну групповое уже он тоже объяснил дальше есть так да так то есть тут вы видите это количество игроков на сервере это ваш айди ну и ваш пинг понятное дело ваш ник то есть если вы хотите кого-то найти по нику дают и вы можете просто взять и там прописать там например не знаю какой там микс если у вас в друзьях есть да на прописали микс да и у нас появится тут в чатике то есть после чего тут будут еще собственно сейчас это вам тоже покажу как это будет выглядеть то есть плюсики тут нажать там и так далее то есть как все это все делается тогда давайте перейдем теперь к этой системе уже к следующей сейчас выйдем на обычную картон где вам собственно покажу как все это происходит как это все выглядит просто из-за того то что очень много людей не знают как это сделать как это взять принять да и так далее то есть очень много людей начинают путаться из-за чего как и почему допустим давайте сюда на это сервер зайдем основа загрузит возьмем какой-нибудь динозаврика то что надо был бы на конь сервер зайти где люди есть что показать да я наверное сейчас это сделаю просто старый ребят немножко лоханулся хотел чуть побыстрее все сделать но этим поторопился только людей на скучать ребят и когда вы начинаете играть за взрыв ребят а не надо начинать сразу там брать свет тиранозавров что-то такое там да да это интересно да это прикольно вам все начинает казаться то что вау как-то так и тому подобное это же рекс да а я там то да я там все ребят не надо считать рекса прям таким альфы блед грёбаным динозавром ни хрена ребята это не так серьезно вам говорю почему это не так по простой причине ребят любая дилка с рук с прямыми руками вас просто поимеет так это вот заходим на сервер сначала научитесь играть то есть вообще заходим на сервер и вот мы видим то что есть плюсики то есть когда вы нажимаете на пусть вы играете с другом нажимать на этот плюсик ему и свечи приходит вот сюда вот сообщение такое то есть принять отказаться то есть f1 f2 то есть на самом деле f1 вы приняли приглашение в пойти нажимаете f2 то собственно вы не приняли приглашение в пойти так что так ребят так поедем дальше собственно ребят смотрите стамина у некоторых многие динозавров имеет свойство допустим вот видите восстанавливается сейчас она восстанавливается когда вы станете взрослым трайка то чтобы вам восстановить стамину вот сейчас видите лапка тратится вот эту энергию вам придется сидеть когда вы сидите вы собственно беззащитно просто не пока ем не лкаем вас ничего не будет работать дальше смотрите когда вы плаваете вас также тратится стамина то есть видите и до определенного момента она вас будет тратиться после чего сейчас подождем поплаваем у вас появится собственно уже следующий такой все еще такая иконка лейбл и так далее показ воздуха вас будет тратиться воздух после того как он тоже у вас закончится собственно вы начнете получать дамаг и ребят ну откинитесь так дальше ребят геймплей если под собой подразумевает взяли динозавра выросли у вас сожрали или вы сожрали если вы травоядный выросли либо вас убили либо вы выжили все на этом у вас геймплей закончится ребят собственно что вам хотел бы еще сказать ребят когда вы играете эту игру все-таки вот я подвернусь к тому теме то что не надо ходить спальнить криками всякими то есть не надо подставлять ни себя ни людей ничего не надо этого делать просто ну это только хуже будет ответ сейчас вот воздух у меня начнет заканчиваться то есть как бы вы подставляете видите все я пошла пошел тратить кислород у меня сейчас закончится кислород и я начну умирать также ребят когда идет дождик нюхать даже не пытайтесь это бесполезно просто а хоть вы и будете стоять нюхать хоть два часа по три часа вы чем ничего не нанюхать в дождик бесполезно это просто так что во время дождика вы ориентируйтесь только на свое зрение и на свой суп где кто кричит как кричит и так далее крики собственно еды за хищников я вам показал вот эти дамаг начал появляться по бокам экрана собственно появляется дамаг вот после предпоследний на это в последнем же и сейчас все умираете приплыли вот такой вот ребят небольшой гайдик собственно все довольно таки просто клавиши вам нужна английская буква n это то есть русская т это ночное зрение включить выключить английская буква h то есть русская буква r это вы садитесь лежите то есть вы ничего не можете сделать один два три четыре единицы это вы типа кричите то что вот да я тут есть двоечка ребят это дружелюбный крик троечка это агрессия и четверка ребята это крик о помощи к юшечка это нюхать опять же давайте повторю то что у травоядных нюх работает только когда вы останавливаетесь можете понюхать у хищников нюх работает когда вы просто идете без без шифта на w жмете до идете куда-то и зажали q и нюхаете во время бега на хищниках он работать не будет на хищниках также нюх работает когда вы просто останавливаетесь и просто нюхаете кушать ребят я вам показал какая пища есть Какая для хищника, какая для травоядных Кушать Не надо, нажали букву ей, отпустили Просто зажмите букву ей И все, париться не надо над этим И все равно я сейчас вернусь к тому, что Ребят, когда вы с кем-то в пати Играйте с дискордом, со скайпом, да с любой связью Но не надо ходить Переписывать в этом чате, во-первых Пока вы пишете, восстанавливайтесь Легкой добычей И допустим, даже когда вы написали Вы отправили, вы уже спалили Если кто-то рядом есть, вы уже спалили Своё местоположение, то есть Почему бы вас не прийти и не убить Вот такой вот, ребят Небольшой гайдик Спасибо, я как бы вам обещал И спасибо вам огромное Всем хорошей игры Всем удачи, выживания И всего хорошего, ребят Всем удачи, пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова